Вау, вау, как это красиво, ребятки, чисто для девочек. Линейка Glamour Collection от компании Hyflex. Кто не помнит, что такое компания Hyflex и какой у них продукт, я попробую вам напомнить. Помните, был Huka Club Show? Так вот, у них был такой средне-огромный стенд, там был огромный экран, стояли кальяны с их классической линейкой Hyflex и наушники. Ты одеваешь наушники, под каждый вкус этими ребятами были написаны треки и сеты. И как ни странно, линейка Glamour, женская коллекция, ребята, диджеи, что-то похожее, не замечаете, с компанией Daft. Все верно, у них нет никакого прямого коннекта с компанией Daft, но все диджеи, как говорится, друзья. Так вот, у них есть крутая реклама, крутой рекламный ролик на линейку Glamour. Можете посмотреть, там вот такой жесткий подъебик, или не подъебик, а компании Daft. Что это за продукт? А, именно линейка Glamour. Это такие вот женские вкусы, грубо говоря, как бы подобранные в такой вот тематике, когда девочка приходит и понимает, что хоть кто-то о них думает. Вот, прикольно. У меня здесь забита душица, базилик и фиалка. И вкус этот называется... Где-то открытая банка. Ай, блядь. А, вот она. Charlie's Angels. Ангелы Charlie. Давайте я попробую это все взорвать, и уже потихонечку буду с вами об этом продукте разговаривать, потому что есть немного, но вопросов хватает. Еще чуть-чуть, наверное, дать прогреться. Ну. Давайте разъебывать. Линейка Glamour Collection от компании HyFlex. Если с их основным продуктом, классической линейки, в принципе, вопросов-то и не было. Хороший продукт, хорошая крепость, хорошие вкусы, хорошее сырье. Все хорошо. То с линейкой Glamour Collection лично у меня появились некоторые вопросы. И первый вопрос, касаемый прогрева. Если табак до конца не догреть, а дать ему где-то проебаться, да, вот по температуре, то ты это сразу поймешь. Тут не нужно быть дураком, потому что табак сразу тебе даст неприятную нотку во время твоих первых тяг, так и скажет, ебать, я же еще не прогрелся, на, держи тебе подливы. Не очень приятный момент. Второй неприятный момент, это, наверное, сырье. Оно немного суховатое, хотя вроде бы по стенкам видно сироп, но когда ты выкладываешь это в чашку, и во время курения тоже чувствуется, что недостаточно сиропа, чтобы вот этот вкус, который, по идее, очень яркий, с базиликом, с этой, как его, с фиалкой и душицей, должен прям раскрываться так банно-травянистым вкусом. Но этого не происходит, потому что, мне кажется, надо немного добавлять сиропа, немного как-то повышать концентрат, так сказать, этих аромок, и выводить уже прям хорошие-хорошие яркие вкусы. Почему яркие вкусы? Почему их нужно выводить? Потому что это гламур коллекшн, это для девочек. Я не буду говорить за всех девочек, потому что, знаю, девочек, которые курят 100% кейминта на фольге. Но девочки, это дымность и сладость. Как и все девочки сладенькие. Здесь же чуть-чуть вот-вот-вот доработать надо. В целом, неплохо. В целом, неплохо. Что касается дизайна, здесь, конечно же, все выигрышно. Все вот так вот переливается. Гламур коллекшн, ферозовый цвет. Я даже там у себя врубил с двух сторон, чтобы подчеркнуть эту нежную романтику для девочек. Тот момент со вкусом. Я прокурил там, ну вот у меня было пять вкусов, я их все прокурил. У меня половина баночек пустые. В том, что так же и по продолжительности курения, я понимаю, девочки много не курят, девочки не пукают, но надо было как-то и подумать о пацанах. То деградация вкуса начинается довольно-таки быстро. Примерно на 35-й минуте мы начинаем отслеживать, что аромка пропадает. Из-за того, что здесь прям не густо по крепости, это вообще скатывается, ну вот в такой вот примерный момент. Если же я сейчас не буду доебываться и посмотрю просто на продукт как среднестатистическая девушка-курильщик и как среднестатистический парень-курильщик, то скажу такое. Для девочек выиграет дизайн, выиграет, наверное, цена, как и для мальчиков тоже. Во-вторых, а вкусы? Просто давайте я вам прочитаю, какие есть вкусы. Найч Каприз. Шампанская роза. Розовая шампанская, да, мне кажется? А Гуд Герл. Папайя, малина, земляника. Ягодно, вкусненько. А это у нас Чарлис Энджел. Фиалка, душица, базилик. Сука, любовь. Ананас, фейхуа и киви. Этот вкус, помимо того, что я являюсь прям таким хорошим фанатом Михея, да, это Сука, любовь, его треки. Это просто one love на всю жизнь. В любой момент врубаешь его трек, и тебе становится прям очень-очень хорошо. Ананас здесь круто разыгрывается. Фейхуа подкисливает. И киви дает вот такую вот связующую сладость. Короче, рекомендую начать знакомство с линейкой Glamour Collection. Конечно же, Сука, любовь. И еще у нас был один вкус. Это топ-сикрет. Это вишня в шоколаде. Как бы женский вкус. Но если не читать его название, то вот это единственный вкус из пяти вкусов, который у меня есть, это самый провальный. Причем провальный он очень хорошо. Начиная от того, что вишня мылит, заканчивая, что шоколад не шоколадит. Примерно так. Что еще хотелось бы такого добавить? Цена. Цена приятная, цена хорошая, цена прям вот покупная. Ты просто идешь, покупаешь несколько банок, понимаешь, что ты не проебался в плане стоимости каждого вкуса и спокойно можешь все это покурить. Почему такая цена? Потому что это 20-граммовая баночка. Соответственно, тебе на одну чашечку вполне всего хватит. Теперь со стороны среднестатистического мальчика. Что-то, бля, хуй его знает. Вроде как бы и норм, а вроде и нет. Вот как будто что-то не хватает. Но, в принципе, покурить можно. Да, хорошо. Только, конечно, меня напрягает весь этот феминизм, феминитизм в этих баночках. Не дохуяли внимание женскому полу. Почему я, пацан, должен курить с розовых баночек? Примерно вот так. Я сто процентов знаю, что пацаны, блядь, большая часть хейтят баночки, которые как-то вообще дают внимание девушкам. Типа, блядь, это не true, это не по-пацански. Ебать, там табак точно такой же. Просто, блядь, упаковка. И эту упаковку ты выкидываешь после того, как ты просто один раз забьешь. Если давать какие-то оценки данному продукту, то все здорово. Реально, все здорово. Курить можно. Если прям вот тотально не доебываться, а просто забить и покурить, то, пожалуйста, пробуйте. Очень здорово. Я, правда, не знаю, будут ли выставлены ребята на Джон Кальяно Фесте. К сожалению, пока еще не увидел весь список и этого не знаю. Если они там есть, а вы обязательно их поищите, то подойдите и покурите их продукт. Это реально здорово. Попробовать прям надо. Можете, как я, подоебываться. Можете, как девочка, все это прикольно раскурить. Ну и, наверное, как пацан оценить. Так что это Дава Дым. Это Гламур Коллекшн. И пока-пока.